приветствую всех у себя на канале у микрофона пончо и добро пожаловать на карту сокрытый холм ребят наверняка у вас в детстве да и в принципе сейчас вот знаете на всех этапах жизни взросления так сказать у вас были противостояния в брендах или же во взглядах в общем в интересах даже на неоднократно вы наверняка спорили спорили с в н их сообществах что лучше что круче кока-кола или пепси marvel или dc я не знаю черные или белые люцифер или михаил какие еще примеры можно сделать кто сильнее арнольд шварценеггер или сильвестер сталлоне барселона или реал мадрид ferrari или lamborghini mercedes-benz или бмв в общем что-то из этого разряда вы спросите меня слушай пончо давай уже не томи говори уже в чем дело я вам отвечу у нас встречается сегодня синее и красное прям настоящие синие и красные на сегодняшний день в ладдере в 3 champions касс который стартует слева снизу красным цветом за нежить и в удивут который стартует справа сверху синим цветом за орду до два самых неординарных и неадекватных в хорошем плане этого слова игрока оба играет в какую-то несуразную дичь но при этом дичь она максимальная толковая действенная и эффективная и более того эффектная в том числе коса вы наверняка уже знаете он его кассе ли мои коллеги в принципе не раз не два достаточно большое количество раз и в итоге он знаменит знаменит тем что играет в абсолютно нестандартную игру то есть он может сыграть в первого алхимика может сыграть первого я не знаю первую дарку первого пит лорда или же 1 тинкера за нежить вот недавно я с ним встречался на турнире в общем даже на двух турнирах у меня укатал 0 4 то есть оба противостояния были в формате бо 3 до 2 побед ну и соответственно ему проиграл все четыре карты ну чтож оба игрока стоят друг друга оба игрока находится в примерно мастер лиги около мастер лиги а в адептах ну крепкие адепты я думаю будет правильнее сказать что мастер лиги находятся такие игроки как шейк тг в общем игроки чуть более крупного калибра ну посмотрим как будет складываться этот матч судя по всему по этой картине то что мы сейчас видим на экранах к сыграет максимальный стандарт то есть террориция смерти никакой никакого изыска в виде алхимика или же любого другого героя из стоверны а в удивут у нас играешь стандартную схему получил тир-2 моментально заказывает где-то ураницы также заказывает у нас бетон и есть шипы на зданиях отвлекает он своего соперника купил себе сапоги скороходы имеет туфли ловкости которую он стырил зеленые зеленого кимпа у своего соперника это просто феноменальный дроп для него сейчас как-то потерял из виду своего соперника однако сейчас уже натыкается он на него вгрызает сейчас непосредственно вокалита плохо то что будет мастер до сих пор первого уровня соответственно у него меньше статов характеристики соответственно может попасть в окружении и застрять там если не будет иметь маны на винвок скорее всего фейковал сейчас касс то что привел сюда колита на экспант типа я собираюсь ставить базу смотри а сам он пока что делает максимально стандартную вещь заказывает одну горгулью скорее всего это превентивная мера то есть он знает что в картах где есть лаборатория воде вот использует зачастую дирижабельный харассит посадить туда таурена со спирит уолкером и таким вот образом он хочет обезопасить так сказать свою базу на корне два склепа все-таки нет он выходит в масс горгулей интересно конечно и решением имеет место быть и учитывая то что первое то что я вам только что сказал насчет дирижабля воде вода 2 то что особенность карты в двух красных точках на этой карте карте имеется вот такой вот красный дракон которого краски горгулей и склевывают в считанные секунды если не моменты мы по всей видимости касс собирается ставить экспант однажды я уже кастил игру вуди вуда против happy happy не испытал никаких проблем против касса он максимально быстро адаптировался и показал так сказать мастер-класс наглицу орб кольцо защиты плюс 4 выпало с желтой точки под базой для блэйд мастера а здесь же хрустальный шар просветил он сейчас базу соперника понимает он что там творится ну не знаю может быть они уже встречались вот о чем я и говорил да склевывать здесь дракон выпадает флейтом меткости в принципе если так посудить полезный артефакт для нежити учитывая то что у него и горгулей есть и финды которые возможно которых возможно он закажет в дальнейшем может также для destroyer of будет полезным а здесь уже т3 выход в тауренов дело делается грейд на мастерство для спирит волкеров которые будут восхищать этих самых тауренов ну и за защищает сейчас свой натурал игрок за орду его план максимально прост то есть он до tier 3 вообще не качается потому что не видит в этом никакого абсолютно смысла почему вы спросите я вам отвечу он хорасит до т3 потому что он не получает опыта за крипов точнее он не получает дополнительный бонут бонус тир-2 тир-3 то есть в этом нет смысла глобального потому что он собирается играть в соло блэйд мастера а вот как раз таки когда играется соло блэйд мастера особенно через тир-3 он получает 30 процентов бонус к бонусу получение опыта ну и как раз таки от этого он на это он собственно и рассчитывает закрепил сейчас лабораторию соперника газ ему выпала большая хилка на хороший для него дроп плохо то что касс сейчас не прочитывает момент и отдает инициативу своему сопернику позволяя ему поставить базу более то он закрепляется там вышками да несомненно кассом также поставил а экспант пользуется он сейчас тем что его соперник крепится так же как и собственно сам он даже по диннерфаером сейчас красный закон моментально просыпать на глазах под горгули выпадает по силы великана хороший артефакт в принципе для любого из героев мне кажется будет больше смысла как раз таки его отдать лечу потому что тот основной дэмэдж дилер кстати грамотно минусует одно из спирит волкеров но они сейчас быстренько его воскресят вот собственно и он новенький целёхенький сейчас чуть было не получили не потерял своего лича касс но он успел прожать на нем большую хилку минус таурен но опять таки да я говорю его быстренько сейчас воскресят спирит волкеры прикол в том что таурен не наносит урона по воздушным целям ближник по своей натуре тут добавляются вышки дополнительные у буди вуда ой койл нова по спирит волкеру который находится в астрале это сумасшедший урон два героя в перспективе выглядят сильнее чем один но зато какой герой то есть блэд мастер он специфичный герой то что может и засолить вовсе да если уделить этому дополнительное внимание обратите внимание то что касс уже вышел из лимита у него 56 в то время как буди вуда всего лишь 45 лимит справедливости ради стоит отметить что указа получше раскачаны герои крайне мере два героя сильнее выглядят в перспективе чем один на бумаге скажем так то есть койл нова фруст армор вновь выпадает большая хилка хороший артефакт для лича есть грейды 11 указа пока что не делает он других грейдов если тень у нежити вроде есть жертвенный круг но пока непонятно первая табуретка выехала сейчас заказывает костяной двор касс тут имеется какая-никакая защита башня духов не рубка крепит центральную точку сейчас игрок за нежить и выпадает его просто на просто шикарный артефакт и долин храбрости если угодно это плюс 5 к интеллекту и плюс 5 к силе лич у нас будет плотнее и больнее бить до сих пор нет грейдов у кассы то есть дополнительных 11 это конечно хорошо но было бы неплохо заиметь еще грейды делает грейд на гуль френзи непонятно для чего возможно против товаров но против товаров и в спирит волкеров мне кажется такая себе идея призывать гулей добавляет три зверинца моментально в удивут здесь просто сумасшедшее количество товарок их вообще не пробить андеду то есть у него два героя которые абсолютно ничего не делают здание зелени уязвимости на будет мастере отменяется шахта на центре карты но пока что по всей видимости не в курсе что у касса стоит экспант на его натурале по идее должен закупать еще инвол и есть ему закрепили всю карту оба игрока и вот сейчас самая главная . интерес это центральная . с рудником который охраняет касс блейдмастер увидел что здесь творится вирм заказывается но прикол в том что с вирмом быстренько расправиться бэтрайдеры кстати делается жидкий огонь ну и по всей видимости собирается выходить масс бэтрайдеров игрок за орков и сумасшедшее количество ресурсов на самом деле учитывая то что он сидит в полкишке вообще не собирается выходить из лимита минус перед волкер но быстренько его возрождают вновь спирит волкеры вышел вирм но конечно вирм уже никуда не улетит учитывая то что блейдмастер быстро наваливает с руки и у него имеется арба до контролирует этот момент койл по верму делает грейды на защиту игрок за нежить есть тень кстати хрустальный шар судя по всему не продал касс принципе полезная штука докрепливает точку одну из последних на карте а почему одну из последних потому что есть еще маленький кемп зелеными крипами сверху справа восстанавливается на фонтане касс касс адиот делается четвертый зверинец о какой четвертый раз два три 4 566 зверинцев нифига си 6 production зданий и еще вышки на не ну касса конечно вот этот лимит с горгулями это это хорошо там блейдмастеру очень долго придется бить каждого и каждую из горгулей телепорт телепорт на телепорт разми разми разменялись оба игрока подопережил даже делается 3 грейд на защиту у касса по-хорошему еще бы свиток защиты иметь потому что там может получиться так что именно этого свитка защиты может и не хватить блейдмастер приближается пятому уровню минус околит очередной отменяются зиккураты доконтролит касс или нет успевает доконтролить минус перед волкеры минус таурен пятого уровня уже рыцарь смерти минус очередной спирит волкер вообще было бы неплохо займеть здесь какого-нибудь какую-нибудь дарку условно ну чтоб у нее были вкачаны стрелки и лайфдрейн чтобы краски спирит волкеров убивать и у них не оставались трубы трупы вы спросите как так ну то есть проклятые стрелы темные стрелы они же по-любому не наносит урон по спирит волкером в астрале я вам отвечу лайфдрейн как раз таки если вкачаны темные стрелы помогает в этом плане помог бы кассу то есть лайфдрейн это активная способность магическая и вот именно ею можно было бы добивать спирит волкеров то есть фокусит фокусить своими вермами их и при этом одного за другим лайфдрейном убивать не оставляя при этом с них трупы то есть арку вообще нечего было бы диспелить а конечно бэтрайдеры вообще страшная штука телепорт от блэдмастера но он добился максимально максимального профита минус по крайней мере шейда напрёк своего соперника пока что стояние у нас 80 лимита имеется указа вуди вода три с половиной тысячи голды вы знаете как как будто он играет в ffa а здесь пачка бэтрайдеров отправляется на экспант вот этот экспант уже не жилец мне конечно жаль то что касс не разведал все это вот дело сейчас будет массе поднимет пятый уровень минус секурат моментально реагирует на это действие каз своей ей 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 ей-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е только что пятый уровень получил blade мастер он уже шестой с половиной просто конечно на здорово минус шахта между зекурат и на быть мастер с третьими критами конечно страшная пушка пытается вычинить свой рудник о и не успел тут подходит своего околита если бы успел то было бы конечно получше вновь выходит в масс битрайдеров игрок за орков вот конечно вот этого нельзя допускать ни в коем случае не жить и по хорошему нужно было ему выходить в destroyer of таймингового пушить своего соперника то есть таймингового чтобы не позволять ему выходить в экспон что примерно под пуш нежити у него ставится экспант и он как раз когда есть 50 лимита у нежити на 8-9 минуте в удивут обычно ставит базу и в этот самый момент у него скажем так отсутствует тот самый пик силы который он получает позже шахты уже закончились у игроков по идее так здесь шахта также закончилась делается очередная тень на очередную шахту соперника минус декораты да просто под боком взял миллион вышек касс даже не в курсе об этом ему в принципе сюда наламываться нет смысла кстати и единственный аут у ой боже какая же грязь позже как же больно на это смотреть просто ничего абсолютно не может сделать замерзить даже койл молоко да в воде вуда полторы тысячи золота есть ставит на передовой барак скорее всего для осадного оружия воде вуд вообще не выходил с лимита вот держу в курсе лукория да эти бэтрайдеры конечно жутко бесячие кажется нет смысла вот бить между зданиями с таким образом вообще там мало урона влетает этот гульки подставляется да и в принципе вот эта телега это не проблема для блэк мастера 6000 голды имеется 5 800 перемещаются рабочие именно туда по чтобы ставить базу с рабочие но не более того забегает уже на мэй непосредственно воде вот сейчас по моему ультимейт будет от него напомню что в последнем патче бафнули ультимейт блэк мастера то есть теперь у него не 180 секунд пулдаун а 120 по 220 вылетают открыты ну и все минус шахты судя по всему еще и ультимейт жмёт блэк мастер минус шахта минус зекураты пытается финдов священца игрок за нежить но прикол в том что эти финды вообще не живут под тауренами кстати таурены есть нет по моему нет удиуда сорвал сюда гулей касс чтобы уничтожать вышек вышек вышки ни в коем случае нельзя давать орку здесь закрепиться но тем не менее какие у него есть ауты какая-то еще башни ну может себе позволить у него здесь на экспанте три с половиной тысячи золота еще есть напомню что касс точнее в уди вот не выходил из лимита как же он жестко шатает своего соперника и там и здесь чтоб вы понимали я примерно так же себя ощущал когда играл против касса чувствовал себя абсолютно беспомощным коим он сейчас является у вас на глазах восьмого уровня уже будет мастер 38 60 урон с руки но минус быть мастер но это несколько не страшно что здесь есть таверна а у него в кармане две с половиной тысячи золота удачи на минус гулька от шипов нова по рабочим касса может спасти 6 уровня лечь который может разрушать здание своей розочкой но это это не факт то есть у него розочка тоже имеет кулдаун причем не маленький пока все он это сделает пока все вот эти здания он разрушит там огромное количество времени ему потребуется и не факт что будет мастер будет стоять в стороне и как-то курить у касса вообще не осталось ресурсов только что по моему продал ресурсы предметы чтобы получить голду и иметь возможность восстановить шахту на центральной точке а здесь демолишер подъехал и пользуются сейчас фишкой карты в удивут то что отсюда атакуют шахту бейк мастер работает по химдам минус финг судя по всему кстати что примечательно касс на шестом уровне у рыцаря смерти взял ультимейт не третью ауру и не деспакт хотите прикол получать у вуди вудова общение от армии у него есть только лишь один герой и один бэтрайдер и двадцать четыре вышки у касса два финда три гульки два героя destroyer ну и статую можно в принципе не расценивать как юнит что будет делать касс дальше смысле будет скорее всего он выложит какой-нибудь предмет купит игрушечный дом вождей баночку маму взял закупил удасты ультимейт от быть мастера умирает также тень минус шахта будет мастера прожимает зеленью неуязвимости и убегает вас боясь но он не даст уже поставить экспант нежити ни в коем случае здесь тень палит строящееся здание туда уже выдвигаются три гульки но трех гулей маловато и учит это что здесь есть шипы они сами себя об них убьют даже более того сюда прибегает быть мастер минус гулька по 270 криты вылетают и вновь пытается поставить рудник газ останавливается сейчас бесплатно на фонтане жизни и блэк мастер также сейвит он своего рабочего это все есть мысль просто новую кинуть я не знаю хотя бы в этого рабочего как-то не очень ориентироваться ориентируется здесь касс но его можно понять что его плавит в принципе это нормально правильно делает боепасе что осторожничает здесь осталось всего лишь 150 голды ну и вот-вот уже ресурсы закончатся у води вуда напомню что за всю игру води вуд ни разу не выходил более чем 55 лимитов большую часть времени он полтишке сидел в зеленом лимите ой destroyer поставляется под вышку с койла забирается бэтрайдер ну и все теперь вижена нет по центральной базе у води вуда и поезда финбул строится лесопилка лесопилку забыл отменить кстати говоря води вот он просто хотел засейвить своего рабочего минус ага лит колит заказывается а колит и заказывается из темной цитадели сюда бы подвести тень до подводит тень на перебудье а блейдмастер просто ждет а колитов понимает что у соперника мало ресурсов ну вот третья аура мне кажется сейчас очень сильно помогла бы косу хотя бы немного приблизиться к своему сопернику герою своего соперника 20 грейд на бэтрайдера сейчас по моему будет очередной рейд со стороны блейдмастера разведал на всякий случай не строит ли здесь базу соперник но как мне кажется будет мастер был смысл выложить какой-нибудь предмет у себя на базе потому что вряд ли сюда сунется игрок за нежить на беспомощная нежить до касс понимать что он уже не вывезет эту игру и выходит из игры кстати обратите внимание оба игрока рау равное количество юнитов убили 77 на 77 восьмого уровня блейдмастер шестого деснайт пятого лично даже вот таких суперских героев не хватило нежити чтобы расправиться со своим соперником ну вот видите сколько в аптеке потерял голды 3600 золота не додобыл касс что ж вот такая вот игра ребят если вам понравился ролик не забудьте поставить лайк подписаться на канал также комментарии более шести слов для активности канала с вами был пончо всем пока